В сегодняшнем обзоре представлены две СВЧ-печки, обе Samsung, одна производство GDR 1992 года выпуска, другая производство K&R 2019 года выпуска. ГДР-овская печка модель RE576D, китайская ME88SUW, немецкая печка в 1992 году стоила 600 рублей, китайская печка в 2020 году стоит 6000 рублей. Немецкая печка проработала 28 лет, китайской печке неделя от роду. Сколько она проработает? Вопрос. Цифра 10 на передней панели никого не должна вводить в заблуждение. Это не гарантия, гарантия на печку всего один год. Это гарантия на биокерамику. А срок службы этой чудной печки составляет всего-навсего 7 лет. О чем в руководстве по эксплуатации и написано. Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях срок службы 7 лет. А что значит в нормальных? А если в ненормальных? Получается еще меньше. Почувствуйте разницу. 28 лет работы и 7 лет. То есть таких печек придется приобрести 4 штуки. Следующая цифра. 99,9% убивает все бактерии. А почему не 100? Очевидно, что оставшиеся 0,1% убивает все остальное. Когда одного медицинского доктора, который присутствовал на телепередаче в качестве эксперта, спросили, а не опасно ли пользоваться микроволновкой каждый день ли? И он, не задумываясь, для убедительности кивая своей припаянной башкой, ответил, конечно, опасно. Лично я пользуюсь микроволновкой раз в месяц. Даже страшно предположить, чем он раз в месяц занимается со своей микроволновкой. Прямо как в том анекдоте. Девочка спрашивает у своей мамы. Мам, вот ты такая красивая, пап такой красивый, а почему я такая страшная? Дочка, сейчас ты еще ничего, а вот когда родилась, доктор, который принимал роды, когда увидел тебя, шепотом сказал охраннику, если зашевелится, сразу стреляйте. Теперь, что касается плюсов и минусов этой печки. Из плюсов это биокерамическое покрытие внутренней камеры. Вот так она выглядит. И электронное табло управления режимом работы. Ускоренная разморозка, завтрак, обед, ужин, праздник. Быстрый старт, стоп в течение 30 секунд. И другие режимы работы. На этом, пожалуй, плюсы и заканчиваются. Переходим к минусам. Китаезы решили сэкономить буквально на всем. Даже на шнурке питания, длина которых составляет всего полметра. Такие экономисты мелкопипеточные. Обратите внимание на хлипкую подставку, которая установлена под тарелкой. Вот она вот такая вот тонюсенькая. Которая может сломаться на раз-два, даже на раз. Смотрим, что в немецкой пиньке. Тарелка практически такая же. А вот подставка настолько солидная и прочная, подчеркиваю, которая отработала 28 лет. Это такая немецкая надежность и китайская неожиданность. Еще одним минусом этой микроволновки является отсутствие резиновых ножек. Их просто нет. Сейчас я попробую показать, что там вместо ножек. Это такие формованные чашечки. Поэтому микроволновка будет скользить по любой поверхности до тех пор, пока не упрется в какую-нибудь стенку. И обратите внимание, что у немецкой микроволновки настоящие резиновые ножки. Поэтому она на любой поверхности стоит как вкопанная. Следующий минус это тонкий корпус толщиной с консерванную банку, который крепится всего одним саморезом к основанию. Как говорится, экономить так экономить. И звук, который он издает при нажатии, следующий. Еще один минус отсутствие защитного стекла на двери микроволновки. Вот это на самом деле пластмасса. Толщина которой от силы миллиметра 3. Смотрим, что здесь. Вот так должно выглядеть защитное армированное стекло. Эта печка прошла огонь, воду и медные трубы. Что здесь только внутри не взрывалось, не горело, не кипело и не булькало. Мне даже страшно представить, что будет с этой печкой, если здесь внутри что-нибудь взорвется. Еще один минус. Время, установленное на электронных часах, слетает после отключения электроэнергии. А причина все та же. Сэкономили на копеечной батарейке. Включаем. Устанавливаем время. Включаем питание. 15 часов. Отключаем питание. Включаем. и часы слетели снова на 12 часов. Еще один минус это шум этого агрегата в процессе работы. Слушаем. Включаем ускоренное устранение запахов. Создается ощущение, что этот аппарат сейчас выпустит крылья, оторвется от стартового стола и улетит обратно к себе в поднебесную. Попробуем нагреть стакан холодной воды. Устанавливаем стаканчик. Выбираем режим работы. Значит, режим работы выбирается следующим образом. Нажимаем СВЧ. Выбираем мощность. Затем устанавливаем время. Например, минуту. нажимаем кнопку старт и процесс пошел. Вот. Ну, мы нажмем быстрый старт в течение одной минуты. Значит, китайская печка разогревает стакан воды с температуры 10 градусов за одну минуту до 47 градусов. для сравнения немецкая печка разогревает тот же самый стакан холодной воды с 10 градусов до 52 градусов. Нетрудно посчитать разницу. Для того, чтобы вскипятить воду, немецкой печке потребуется менее двух минут, а китайской около трех минут. На чем это скажется? Конечно, на расходование электроэнергии. А печка потребляет ни много ни мало 1250 ватт. После окончания печка выдает четыре звуковых сигнала. Смотрим. Стаканчик нагрелся до 47 градусов. Попробуем разогреть кусок черного хлеба. А точнее разморозить. Включаем режим разморозки. Выбираем кнопками. Значит, вот это не то, что вы подумали. Это не мощность. это вес продукта, который может достигать полутора килограмм. Минимально 200. Нажимаем кнопку быстрого запуска и процесс пошел. В процессе работы печка выдает звуковые звуковые сигналы. Она как бы своими электронными мозгами решает, что этого времени вполне достаточно для разморозки. Обратите внимание, прошло 28 секунд. Кто бы мог подумать, микроволновка с китайским интеллектом. Очевидное, невероятное. Интересно, что там получилось. открываем, смотрим. Хлебушек уже нагрелся. Но на этом, как говорится, минусы не заканчиваются. пожалуй, самым главным и основным минусом этой чудной печки является то, что в процессе приготовления еды корпус печки сильно нагревается, аж до 60 градусов. Чтобы вы понимали, что такое 60 градусов, можете открыть кран с горячей водой, который течет с температурой 70 градусов. И сразу станет понятно, что такое 60 градусов. И хочу заметить, что нагревается не только корпус, но и сама посуда вместе с едой. И неважно, из какого она материала, стекло, керамика, фарфор или специальная посуда для СВЧ, о чем свидетельствует надпись на корпусе микроволновки. Осторожно во время приготовления в режиме гриль-конвекция или комбинированном режиме корпус печи может сильно нагреваться. В инструкции так и написано, что во время работы печи следует соблюдать осторожность, не допускать детей, своих домашних питомцев, а также после окончания работы необходимо подождать 20-30 секунд для того, чтобы печь остыла и только затем открывать дверцу с расстояния вытянутой руки. Странно, что они вообще не посоветовали открывать дверцу каким-нибудь рычагом. нажал на кнопку, отскочил в сторону и с замиранием сердца ждешь, вылетит оттуда что-нибудь страшное и ужасное. Оно ужасное, пахучее, противное, прыгало по комнате, ходило ходуном, а потом послышалось пение заунывное и видение оказалось грубым мужиком. Но это все лирика, а по сути если оценивать микроволновку Samsung E88 и SUW по 5-бальной шкале, учитывая плюсы и минусы, оценка 3 с двумя минусами. Покупать эту микроволновку или нет, конечно же решать вам. А мой вердикт такой. Не рекомендую. Продолжение следует...